И я буду говорить, я заглавила свой доклад из мастерской историка, но говорить я буду о понятии так называемого советского гуманизма и русского или российского гуманизма и истории концепции. Я предложил эту тему по личной причине, почти по эгоистичной причине. Один из моих друзей, близкий мой друг, директор Института культурных исследований, несколько лет назад приступил к осуществлению достаточно чистолюбивого проекта, исследовательского проекта, посвященного гуманизму в межкультурной перспективе. Иными словами, он говорит и изучает гуманизм в эпоху глобализации. Глобальный или всемирный гуманизм будущего как предмет межкультурного диалога о культуре, о человечности, о ценностях, противоположность угрожающему нам конфликту культур. Иными словами, гуманизму как о культурном ориентире. О гуманизме, который будет рассматриваться не только с европейской, но и в общемировой перспективе. Каково место России в этом проекте? Какую роль Россия могла бы в нем сыграть? Так называемое советское понимание гуманности и гуманизму вряд ли можно свести к категориям западного понимания гуманизма. Причина вполне понятна. Бесчеловечная, антигуманная практика советского режима, его совершенная бесчеловечность и негуманность. Однако, использование термина гуманизм, а также злоупотребление этим термином, несут нам не только откровения о понимании истории советской идеологии. Это понимание важно также для вопроса о наследии в современной России, в исторической памяти России, о котором говорилось так хорошо в первом докладе. И, следовательно, этот вопрос заслуживает внимания в контексте межкультурного диалога в эпоху лобализации. Я предприму попытку произвести обзор так называемого советского использования термина гуманизм и попытаюсь рассмотреть, как эта концепция воспринимается в российском обществе сегодня. Этот же вопрос я бы хотел предложить для нашей дискуссии после моего небольшого доклада. И я бы, безусловно, хотел бы вас просить быть вполне открытыми и критичными. Мы знаем, что исторический период Возрождения Россия не прошла через европейское Возрождение, и термин «гуманизм», заимствованный из языков Западной Европы, впервые появляется в русскоязычных словарях в 1839 году под рубрикой «гуманность», что не вполне одно и то же. Фактически, этот термин вошел в российский дискурс после 1859 года, когда в 1884 году в Москве был опубликован перевод важного труда Георга Войта. Однако гуманизм в дореволюционной России не воспринимался как идеал образования в контексте гумбольтианском или гумбольта, то есть о возвышении духовной природы человеческого существа. По-немецки «бильдунг», ну, по-русски можно говорить о духовной культуре и фактическом воспитании человека свободным. Гуманизм как философия, которая делает ударение на достоинстве человеческой личности, индивидуальности и раскрытие всех его или ее способностей. Россия 19-го столетия, российское общество не имело развитого класса буржуазии, как Германия и иные европейские страны, которые фактически могли себе позволить подобное в систему формальное образование. Гуманистические или классические гимназии и лицей были введены в российскую образовательную практику. Но в России, в свою очередь, имело широкое распространение понятия и термин «человечество», которое в великой русской литературе 19-го и начала 20-го века сыграло важную роль. Российские социальные мыслители 19-го столетия Белинских, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Бакунин, Кропоткин и другие, которые во многом находились под воздействием Фурье, Сан-Симона, Оуэна и, в первую очередь, антропологического учения Фейербаха, ставили человечество, достоинство человека и свободу человеческой личности в центр своих размышлений. Утверждая необходимость гуманизации общества, просвещения и образования русского народа, они в первую очередь говорили о необходимости освобождения русского крестьянства от крепостного права, что, конечно, было основной проблемой с самодержавием. Революционные манифесты, революционные с точки зрения общественного развития, царские указы 60-х годов 19-го столетия привели к тому, что народники ввели в обиход новое понятие, понятие нового человека. Так, под заголовок знаменитого романа Чернышевского «Что делать?» в 1863 год им именовался, звучал рассказ о новых людях. Плеханов, основатель русского марксизма, в 1898 году написал эссе о роли личности в истории. Ленин никогда не применял термина «гуманизм». Лишь с 30-х годов официальная советская идеология стала называть Ульянова величайшим гуманистом и подчеркивать гуманистический характер его идей. Религиозные мыслители России конца 19-го и начала 20-го столетия Владимир Соловьев, Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Семен Франк, Павел Флоренский, Василий Розунов и многие другие почти никогда не обращались к западноевропейскому понятию гуманизма и ренессанса, так как в них в первую очередь провозглашалась самодостаточность человека и нарушалась связь с вечной истиной божества, бога, христианское богочеловечество в противоположность человека божеству, то есть попытки видеть в человеке бога, находится в центре творений Владимира Соловьева и Федора Михайловича Достоевского, но также и других мыслителей и авторов России. Христианский гуманизм не был частью религиозной мысли в России. В 1915 году, уже в разгар Первой мировой войны, Бердяев завершил свое эссе «Русская душа», и завершает он ее словами о том, что Россия не может повторить историю западного гуманизма с задержкой или с отложенным образом, так как в России откровение может быть только религиозным. После Октябрьской революции гуманизм стал восприниматься как понятие буржуазное, и молодая Советская Республика не прибегала к этому термину за исключением необходимости изобличения так называемого буржуазного гуманизма. Цель революции, как известно, состояла в формировании совершенно нового типа, человека нового типа, нового человека, разновидности сверхчеловека, а также создания такого общества. Николай Бухарин говорил о человеческом материале. Homo Sovieticus, человек труда и человек коллектива, стал новой мифологической фигурой советской идеологии. Первые трудовые лагеря, которые также имели образовательные, преследовали образовательные цели и якобы предполагали улучшить человеческую природу посредством труда, прославлялись такими авторами, как Максим Горький или Антон Макаренко, как питомники нового советского человека. Феликс Дзержинский определял концентрационные лагеря как школу труда. Один из первых из этих лагерей, который по приказу Ульянова был создан на Соловецких островах, предположительно преследовал цель реформирования классовых врагов посредством исправительного труда. По этой причине и в этих целях советские концентрационные лагеря имели образовательные и культурные программы. В них производились и наличствовали какие-то кружки и культурные группы, предназначенные преобразовать человеческую личность согласно новым нормам и ценностям советского человека. Максим Горький, который к концу 20-х годов был, пожалуй, наиболее прославленным пролетарским или советским писателем, ввел в обиход понятие перековки, то есть пересоздание старого в нового человека. В различных статьях, которые публиковались в газетами «Правда и известия» и имели огромный тираж, Горький восхвалял повтор возвращения в общество уголовников, но не политических заключенных посредством труда. Сотрудники ОГПУ, возглавлявшие эти лагеря, для него возвещали революцию и были замечательными создателями культуры. Горький, который в 20-х годах никогда не прибегал к термину гуманизма, за исключением вполне уничижительного атрибута буржуазных, которые, как известно, связывали с индивидуалистическим, капиталистической системой западных обществ в 30-е годы, ввел в употребление термин пролетарского гуманизма и советского гуманизма как результат апологии концентрационных лагерей и колоний для малолетних, которые в соответствии, дескать, с их гармонией приводили к рождению нового человека. Восхищение горького индустриализацией и политикой Сталина и его методов очевидно в том, что он видел в Иосифе Джугашвили подлинного героя. В этом контексте он говорил, во-первых, о пролетарском гуманизме, и это термины, которые он вошел в дискурс самого Сталина в 30-е годы. Он, так, например, говорил о стахановском гуманизме. В статьях горького этих лет клеймятся европейские гуманисты как представители национализма, антисемитизма и ксенофобии. Пролетарский гуманизм, воплощенный в Советском Союзе, воспринимался также как пропагандистская концепция, направленная против фашизма, который, в свою очередь, понимался как производная буржуазного гуманизма. На Первом съезде советских писателей в 1934 году говорилось о том, что литература большевистского героизма должно выражать советский гуманизм, который вдохновляет читателя горячим желанием выступать против угнетения, неравенства, несправедливости в противоположность буржуазному гуманизму прошлого, в котором культивировалось пассивное чувство человеческого несчастья. Цель пролетарского гуманизма, согласно Горькому, состояла в полном освобождении рабочего класса всех народов из железных когтей и капиталов. В работе «Пролетарская ненависть» Горький подчеркивал, что подлинный гуманизм может быть только гуманизмом пролетариата, и который, в свою очередь, основан на неискоренимой ненависти к буржуазии и к буржуазному гуманизму, а также к царству капитала, которое, согласно Горькому, подразумевало наше право на ненависть к капиталистическому врагу. К середине 1930-х годов ненависть, говорит по-русски Хюта, именно ненависть стала основным понятием или основополагающей идеей понятия о пролетарском гуманизме. И все еще в 60-е и в 70-е годы ссылки на Горького, на его определение ненависти в связи с гуманизмом цитировалось всеми основными марксистскими философами и могло быть обнаружено во всех учебниках по советской этике и даже в «Стандартной истории советской философии», который редактировался в Академии наук. Спустя год после съезда советских писателей Международный конгресс писателей в защиту культуры, который был организован в Париже в 1935 году, занялся темой гуманизма в следующем с посланием, которое направил Горький в Париж, где он подчеркнул, я цитирую теперь, «подлинный гуманизм может быть только гуманизмом пролетариата, который должен идти рука об руку с нашей ненавистью к классовому врагу». Речи Жоржа Фридмана, Клауса Мана, Йоханнеса Бехера, Поля Низана, выступления Жульяна Бинда, Анри Барбюса, кто именно в те годы написал полную энтузиазмом биографию Сталина, определяли гуманизм как инструмент обороны и защиты против фашизма и немецкого национал-социализма. Таким образом, гуманизм, воплощенный именно Советским Союзом, стал к середине 1930-х годов, превратился в концепцию борьбы с варварством национал-социализма, который также использовали и западные интеллектуалы. По случаю съезда в Париже по защите культуры, правда, в статье от 21 июня 1935 года, в редакционной статье на первой странице, разместила статью немецкого коммуниста Альфреда Курелла, писателя-коммуниста, «Советский гуманизм», который Курелл определял как полное реальное уничтожение класса зверей и паразитов. После этого он стал ключевым культурным деятелем ГДР. Маркс, впоследствии, естественно, Ленин и Сталин характеризуются как великие друзья человечества и великие гуманисты-пролетариата. С середины 1930-х годов гуманизм, который шел рука об руку с эпитетом пролетарская, социалистическая, плебейская, воинствующий гуманизм, использовался все чаще и чаще. То есть это стало действительно каким-то ритуалом. Всякий раз, когда упоминались имена Ленина и Сталина, нужно было говорить об этом. Социалистическая конституция Сталинской 1936 года, равно как и новое понимание советского правосудия, восхвалялись как именно результат социалистического гуманизма в Советском Союзе. Ведущие философско-экономические журналы, такие как «Под знаменем марксизма», со второй половины 1930-х годов публиковали статьи по пролетарскому гуманизму. По случаю столетней годовщины смерти Пушкина, поэта Пушкина возвели до ранга социалистического гуманиста. В том же самом 1936 году Бухарин в одной из самых последних своих статей, до того, как начался уже политический процесс над ним самим, охарактеризовал социалистический гуманизм как конкретный, исторически совершенно новая форма гуманизма, которая в центре ставит коллективного человека и коллективизм. Сообщество, солидарность, братство, дружба, любовь, человечность и уважение личности все являются основанием социалистического гуманизма, где человек идет на любой подвиг для общества и во имя общества. Вот этот бухаринский текст, к слову говоря, там упомянута также и, вот обращаю ваше внимание, и дружба, и любовь. А я ни в одном из политических дискурсов 30-х годов не обнаружила этого слова «любовь» или «братство», когда упоминали вообще гуманизм. Это единственное упоминание. Вот вершиной восхваления гуманизма Сталина стала статья Александра Фадеева, названная «Гуманизм Сталина, появившийся в правде через три дня после смерти Сталина». Фадеев, тогда председатель Союза советских писателей между 1946 и 1954 годами, подал эту статью в журнал еще за три дня до смерти Сталина, которая, а так получилось, что она совпала и с как бы перечислением достоинств, как полагал Фадеев Сталина. Фадеев воспользовался двумя посещениями с СССР британским писателем Джорджем Уэллсом и встречами его со Сталином, как иллюстрация для оттенения вот этого различия между старым классическим, иначе называемым буржуазно-демократическим гуманизмом и новым гуманизмом Ленина и Сталина, вот, мол, из-за которого и стал Советский Союз самым прогрессивной страной в мире. Про Маркса тут даже и позабыли, восхваление Сталина. В мае 1956 года, после выступления Хрущева и развенчаниям культа личности, Фадеев совершил самоубийство, и в своем прощальном письме он выразил отрицательное отношение к новым лидерам и новому руководству коммунистической партии. При Стальне экономическо-философские рукописи молодого Маркса, которые были написаны в 1844 году, которые обнаружились только к самому концу 20-х годов, 20-го совека, не стали обнародоваться в Советском Союзе, потому что именно в этом тексте Марк как раз начал отсылаться к реальному, подлинному гуманизму как победы над отторжением работника от продукта его труда, который производит капиталистический класс. С тех пор, как был обнаружен этот текст, его постоянно обсуждали западные марксистские философы, такие как Герберт Маркузе, Хенрик де Манн, Георгий Люкаш, Карл Корш и другие. В то время они обнаружили именно в самом Марксе гуманистические черты, но именно в Советском Союзе, Сталинском, вот именно только Марксова мысль об отторжении человека от окружающего общества было совершенно запрещено. Только после смерти Сталина были опубликованы экономико-философские рукописи молодого Маркса. И с тех пор, из ранних произведений оно называлось, и с тех пор, в соответствии с Марксом, настоящий гуманизм всегда отождествлялся с коммунизмом, и он мог быть достигнут только при тех условиях, которые существовали в Советском Союзе. Я настаиваю на этом тексте именно Марксовом, не только потому, что я сама в прошлом марксист, но из-за того, что именно обнародование, публикация этого текста произвело некую революцию для российских философов, которые вообще впервые теперь могли также почитать и западные философы, обсуждающих толкование Марксом этих понятий, а не только прямой марксизм-ленинизм, марксистско-ленинская мысль Советского Союза. Но тут Маркс предстал гуманизмом. Я вовсе не хочу сказать, что я согласна с этим мнением, но как бы то ни было, это было еще дополнительной нотой, которая была привнесена в российские философские дисциплины именно из-за того, что самый тот термин «отчуждение», который обычно стал официально употребляться, конечно, партийными философами, они особенно к нему не прибегали в этом смысле. Человек должен представлять самую высокую ценность для человека. Гуманизм и есть подлинное содержание коммунизма. Вот теперь так официально звучит толкование работ молодого Маркса. К этому моменту специалисты по марксистско-ленинской этике использовали слова «коммунизм» и «гуманизм» уже как синонимы. Но мы только понимаем так, как они понимались при условиях в Советском Союзе. Конечно же, они считались новым прогрессом человека. Вот этот новый гуманизм коммунистический, который якобы сейчас формирует нового человека. Однако, точно так же, как и до этого, при Сталине советский гуманизм всегда был тесно связан с классовой борьбой и с классовой ненавистью. И точно так же, как и до этого, тексты Горького были отправной точкой даже в учебниках философии. И так было до самого конца Советского Союза. Но, опять же, с другой стороны, вот этот период не только вообще ввел этику в оборот, как отдельную философскую дисциплину в советских университетах, но и помимо этого была введена определенная, приоткрылась окно, если можно сказать, к познанию западной литературы. К слову говоря, сам термин пролетарский гуманизм, он восходит в середине 50-х годов. Он стал меньше использоваться. Вот вместо этого его сменил марксистский гуманизм или марксистско-ленинский коммунизм, или социалистический, или коммунистический стали его называть. Но с 60-х годов советская идеология так же утверждала, что у России, мол, свои собственные гуманистические мыслители якобы были в истории. Белинский, Герцен, Добролюбов, Чернышевский, кого Ленин считал революционными демократами. И теперь их возвысили до уровня российских революционных гуманистов. Но вместо этого им противостояли сентиментальный, пассивный, слезливый гуманизм или социальный утопизм Фурье, Сен-Симона и Оуэна. Следовательно, с тех пор Россия вдруг обрела свое собственное гуманистическую вот такую традицию. Старый друг мой, Юрин, философ Владислав Лекторский, позже вспоминал в замечательной статье 1994 года, что при Брежневе советское применение термина «советский гуманизм» процветало. Огромная сеть пропаганды обнаружила подлинный гуманизм вообще во всех областях социалистического образа жизни, как в новой Конституции 1977 года, которая гармонтировала гуманистические нормы жизни советского общества, советском правосудии, Советский суд, как самый гуманный суд в мире, и глубокая любовь к миру у советского народа, в советской международной политике мирного существования и в борьбе против ядерного ревооружения США, повторного вооружения США в системе здравоохранения, государственного образования, права на труд, сохранения природы, ликвидации преступности. Вот везде царствовал самый глубокий гуманизм. Короче говоря, гуманизм стал просто какой-то пустой формулой официальной пропаганды. Даже русскую православную церковь государство обязало продвигать на встречах экуменических соборов обязательно свой месседж гуманизма и мира. Русской церкви разрешили присутствовать на этих соборах 1961 года. Уже в 1961 году новая программа Коммунистической партии Советского Союза заявила, что в качестве морального фундамента советского общества является человечное поведение и взаимоуважение между людьми. Человек человеку друг, товарищ и брат, цитата. Поэтому теперь вдруг самым большим гуманистом стал Ленин, а вообще гуманизмом самым глубоким стал марксизм-ленинизм. Однако параллельно с пропагандистическим и с применением марксистского гуманизма, которым ставилось знак равенства с советским коммунизмом при режиме Брежнева диссидента 1970-х годов, таких как Сахаров, Боннер, Марченко, Григоренко, Алексеевы, Ковалев, увязывали призыв в соблюдение прав человека в Хельсинской группе по правам человека с призывом к подлинному гуманизму, который они очень четко отличали от официального интерпретации и применения марксово-настоящего или реального гуманизма. И в этом контексте я также хотела бы упомянуть спор, завязавшийся между двумя бывшими узниками ГУЛАГа, писателями Варламом Шаламовым и Александром Солженицыным. Для Шаламова, и я помню его впечатлившие меня колымские рассказы, гуманистическая русская литература XIX века, и прежде всего Толстой и его последователи, являются идеологически соответчиком за террор системы ГУЛАГа и вообще за террор, развязанный в XX веке. По Шаламову все террористы были вегетарианцами и толстовцами, все фанатики были учениками русских гуманистов, как утверждал Шаламов. И Шаламов задается вопросом, каким образом люди, которых поколениями учили в традициях гуманистической русской литературы, вообще литературы XIX века, как они могли создать Освенцем и Колыму. И он отвечает, лагерь – это конец опыта над созданием нового человека. Это как раз достижение коммунистического равенства. Однако для Солженицына лагерь был изучением самого себя, процесс познания самого себя, даже миссии для его произведения. Критикует западный либерализм, он оплакивает западный гуманизм и ее возрождение как разрушительную свободу, которая основывается на гуманизме, возрождении, которое именно ставит личность и человека, и свободу человека над благополучием коллектива. Что можно сказать о применении термина «гуманизм» в нынешней России? Понятно, что вы об этом знаете куда больше, нежели я. С перестройкой. Марксистская доктрина и марксистское учение перестало всех интересовать. С важным исключением философа науки Ивана Тимофеевича Фролова с времен позднего правления Брежнева до самой смерти в 1999 году Фролов разрабатывал и защищал новый, настоящий гуманизм строго на основе как раз ранних произведений экономико-философских произведений Маркса 1844 года, которые, как он утверждал, предполагают максимальное развитие гуманистического характера социализма. Так называемый фактор человека, который постоянно Губачев под влиянием Ивана Тимофеевича Фролова постоянно упоминал. И в современных науках, таких как генетика, биология, биология, простите, в сочетании с технологией. Я уже упоминала статью Владислава Викторского с 1994 года. Это единственная статья на моей памяти, которая вообще критически рассматривает то, что происходило самим термином, самим понятием гуманизм. И он не просто воспринимает это в таком критическом ключе советское прошлое, но он говорит, что мы должны его пережить и преодолеть его, полностью осознав, что это такое было. По мере того, как в программу институтов и в академический круг академических дисциплин возникла культурология, первые учебники по культурологии, которые писали те, кто до этого служил профессорами марксизма и ленинизма, они все-таки воспевали, глядя назад, тому иллюзию, что дореволюционная Россия имела гуманистическую культуру и традицию. Русский гуманизм для первых русских культурологов преимущественно идентифицировался с русско-религиозной философией и, прежде всего, конечно же, с Бердяевым. Но, как я до этого упоминала, русские религиозные мыслители близкие к русскому православию никогда, никак не были сторонниками западноевропейского гуманизма, поскольку в центре его стоит не бог, а человек. Николай Бердяев в своем произведении «Русская идея», написанном недолго до его смерти, в 1946 году, он задавал вопрос, что Россия не знала западного гуманизма возрождения, а Запад никак не способствовал особо острому кризису гуманизма и его внутренней диалектики, а именно дегуманизации, через которую проходила и проживала Россия. В России, как по Бердяеву, возник атеистический гуманизм, который обратился в антигуманизм. С 90-х годов, 1990-х годов, как я выяснила, говорится о гуманистической педагогике. Ну, я посмотрела и нашла в сети достаточно много кандидатских диссертаций, которые были все укоренены в том, что Россия действительно имеет очень глубокую традицию гуманизма в педагогике. И они ссылались на родящего Новикова, Белинского, Герцена, Добролюбова и Чернышевского, как, мол, гуманистов именно педагогической традиции. Гуманизм в этих работах почти исключительно, преимущественно, опять же, педагогических университетов, которые были в 90-е годы, почти исключительно увязан с российскими, с русскими традициями, прежде всего, с русской православной церковью. И даже возникли благодаря, они привели к тому, что они открыли новые преподавания, читать стали по предмету славяноведения. Гуманизм не имел никакого отношения с универсализмом, он, наоборот, был ограничен исключительно русской собственной традиции. В 1995 году философ Валерий Кувакин Московского государственного университета основал русское гуманистическое общество. Это общество предлагает светский или гражданский гуманизм, по-русски говорят тоже йоты, светский или гражданский гуманизм, и они призывали к критическому осмыслению, к критическому мышлению. Вот это русское гуманистическое общество напрямую тесно связано с Международным гуманистическим и этическим союзом и другими международными гуманистическими организациями, которые преимущественно состоят под американским влиянием. И манифесты, и декларации этого международного общества русское общество тоже признает. Так вот, русское гуманистическое общество, российское все-таки Приняло позицию против любой религии. Они вместо этого требуют свободы личности и соблюдения гражданских прав, как они заявлены в Российской Конституции. Они требуют научного мировоззрения без религиозных догм и мифов. Они требуют, чтобы морали и этика были в отрыве от религиозного основы, чтобы было гражданские секулярные государства без клерокализма, авторитаризма, национализма, шовинизма, ксенофобии, требовали равных прав для мужчин и женщин, свободу абортов, отмену смертной казни. В учебнике нового гуманистического общества, который называется «Основы современного гуманизма», который вышел в Москве в 2002 году, русский гуманизм отождествляется преимущественно с гуманностью, которая восходит в Киевской Руси. Ломоносов, Пушкин, Герцен, Бакунин, Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Толстой, Достоевский – все являются великими русскими гуманистами. И удивительно утверждается, что несмотря на тоталитарный сталинский режим, русские люди, русский народ оказался в состоянии сохранить старые русские традиции милосердия, братства по-русски называют, и любви. И сохранила их, и продолжила старую русскую коммунистическую традицию даже во время самых суровых сталинских времен. Вот этот светский гуманизм российского коммунистического общества в качестве самого большого врага, или оппонента, вернее, как вы понимаете, находит русскую православную церковь, которая осудила это вообще ересь гуманизма и человека поклонства, и объявила его религией гуманизма. Я прочитала статьи, написанные российскими священниками, которые присполнены такой ненавистью к российскому гуманистическому обществу, что порой я, например, как иностранка, вот как-то нахожу нечто общее с горьковским языком ненависти. В своем выступлении я не упомянула, вы это лучше меня знаете, краткое, частое применение термина гуманизм российским политическим руководством. Президент Путин очень часто ссылается в своих выступлениях на гуманизм, и, наверное, еще чаще, когда он ездит с визитами на Запад, западные страны, и пытается найти какие-то общие связи с ними, и в этом отношении он, к слову говоря, очень часто цитирует и Николая Бердзеева, но преимущественно он использует русский гуманизм, когда противопоставляет его западным ценностям и западному упадку и декадансу. Если есть какой-то вывод из моего выступления, позвольте мне сказать такие слова. В нашем западном обществе самый термин «гуманизм» используется очень нечетким, неясным, без точного определения способом. Кто его употребляет? Наши политики, журналисты, наши средства массовой информации. И поэтому я не вижу особых различий с применением этого термина в сегодняшней России. Но я хотела бы вернуться к тому вопросу, который я задавала в самом начале, в отношении проекта, который мой друг и коллега Йорн Рюзен начал, и на котором я сейчас работаю. Можем ли помыслить или создать о всеобщем, универсальном, общечеловеческом понимании гуманизма, который основывается на том, что у нас разные культуры и разные традиции? И если ответ на этот вопрос будет «да», каков будет русский вклад? Что нужно сделать советским экспериментом так называемого советского гуманизма? Можно ли просто об этом забыть, как, я знаю, сейчас и происходит, и творится, что пролетарский, революционный, марксистский гуманизм, справедливый гуманизм, вообще якобы никогда, мол, не существовал и является просто какими-то скобками, будет заставлено за скобками российской истории? Или мы должны попытаться понять его, как часть исторической, политической культуры коммунизма, который, к слову говоря, существовал не только в Советском Союзе, но и во многих других странах, где, например, и до сегодняшнего дня мы видим у вас следы, например, в Китае в сегодняшнем. Что же нам делать с самим фактом, что в российском интернете вы можете видеть портреты Максима Горького, фотографии, как он был в лагерях и в поселениях Болшева, и на Сафоловках, и при этом никаких комментариев не дают те, кто постят такие фотки. Может быть, есть нечто достойное сожаление, что Россия не участвовала в западном гуманизме, или самый тот факт, что этот гуманизм вписывается в ту дихотомию, которую мы всегда подчеркиваем, различия между Россией и Западом. Я здесь выступаю как немка. И у нас тоже, конечно, свои были концентрационные лагеря, и у нас были, как у страны, тоже были свои варианты гуманизма. Вильгельм фон Гумбольд были такие гуманисты, а потом были самые деградирующие формы гуманизма. Поэтому мой ответ моим немецким друзьям состоит в том, что мы должны всегда рассматривать, в том числе, свой и дурной опыт своей страны, когда произошла деградация понимания человечности, и рассмотреть в новые концепции и новом понимании гуманизма. Нам, безусловно, нужно это интегрировать. Мы не должны об этом забывать. Мы не должны просто отложить это в сторону. Мы должны прожить это. И тогда мы можем свое новое понимание гуманистического общества основать только на том знании всего того, что с нами произошло. И последнее, самый главный вопрос, который затрагивает основу полагающей принципы школы Лены и Юры. «Демократия является она необходимым условием для существования гуманизма? Или же гуманизм является условием для демократии?» На этом я хотела бы услышать ваши ответы на этот вопрос. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.